С 1 января 2018 года четвертый уровень бюджета введен во всех сельских округах Казахстана с населением 2000 и более человек. Согласно концепции местного самоуправления, статьи расходов в таких селах согласовываются с населением, а окончательно весь бюджет утверждается районным маслехатом. В Кустанайской области таких округов в этом году пока 45, но уже в 2020-м к ним добавятся все оставшиеся. В Денисовском районе решили число сельских округов сократить. Это, по мнению главы района, позволит Акимату скануить на зарплатах в упраздненных администрациях. Я поясню так. В любом случае переход на четвертый уровень бюджета – это государственная программа. И цель ее, естественно, наполнение базы налогооблажаемости с последующим улучшением активизации всех сфер социальной жизни сельских округов. По анализу, что касается динамики развития, естественно, анализ проводился. И все-таки в рамках всех программ последних активизация, в частности, именно населения самого, оно имеет положительную динамику. Так были объединены с села Комаровка и Аршалинский сельский округ. Причина – уменьшение жителей Комаровки на 20% за последние пять лет. Заяцкий сельский округ слился с Аятским сельским округом. Причина та же – снижение численности населения. К тому же расстояние между селом Заяцким и центром Аятского сельского округа всего пять километров. Поэтому, говорит, таким проблем быть не должно. Отток населения, я вам скажу, что это естественная миграция. Основная причина – район находится в приграничной зоне. Это процесс ежегодный, естественный. Соответственно, для выполнения тех программ по переходу на четвертый уровень бюджета, как раз наиболее депрессированные, так скажем, в плане оттока населения сельские населенные пункты мы объединяем. С 1 января 2020 года еще 195 сельских округов в Кустанайской области должны перейти на самостоятельное управление бюджетным процессом. Число их подчеркивает в областном управлении финансов, вероятнее всего сократится, потому что оптимизация сельских округов идет повсеместно. К примеру, в Красузском районе сократили шесть сельских округов, присоединив их к более крупным. По мнению чиновников это позволит увеличить количество населения в селах, а значит и поступление налогов. Алексей Кудрявцев и Татьяна Калюжная, РТН.